здравствуйте дорогие друзья меня зовут юлия и я рада видеть вас снова в музейно-выставочном центре тульские древности сегодня мы с вами сделаем куклу вот такая называется коровка это авторская кукла ненародная сделала ее одна из современных мастериц и по мастер-классу сегодня попытаемся сделать и мы с вами чтобы сделать вот такую куклу нам нужно несколько лоскутков один большой прямоугольный лоскуток светлой ткани такой для того чтобы сделать головку и туловище собственно нашей коровки другой лоскуток он может быть квадратным или прямоугольным такой же ткани для того чтобы сделать ручки нашей коровки прямоугольный лоскуток поменьше цветной уже ткани для того чтобы сделать юбку и вот такой небольшой треугольник это уже пожелание чтобы можно можно было сделать такой небольшой галстучек цветной нашей коровки. Еще нам с вами понадобится небольшой кусочек лыка, немного синтепона или ваты, нитки катушечные и обычные нитки. Еще, если есть, грабельки такие декоративные, специальные кукольные. Начинаем мы с того, что складываем наш лоскуток, который, я сказала, пригодится нам для головы и туловища пополам. Складываем с вами пополам. И затем еще вдоль, еще раз пополам. Сначала поперек пополам, потом вдоль пополам. Делаем мы это для того, чтобы наметить, где у нас будут рожки. Вот этот прямоугольник мы складываем еще пополам. И вот этот уголок, где все сгибы встречаются у нас, мы немножко так вот заминаем, заглаживаем, чтобы знать, где у нас будут рожки. Далее, вот в этом месте, где мы с вами загладили этот уголок, мы опускаем немножко наш край и формируем вот такой клювик, остренький кусочек нашей ткани. Берем катушечную нитку. Катушечные нитки удобнее, потому что куколка у нас миниатюрная, поэтому рожки лучше формировать именно такой ниткой, а не той, которой мы будем дальше делать уже головку и туловище. И начинаем закручивать. Сначала вот так вот, небрежно, чтобы просто зафиксировать ткань. А затем в обратном порядке уже от кончика рога к тому месту, где мы держим пальцами, уже более туго и уже более системно заматываем весь рог. Надо постараться потуже замотать, чтобы рог у нас был ровненький, не треугольный. Книзу, чтобы он старался не расширяться. Вот такой рожек. Соответственно, чем больше вы замотаете, тем длиннее будет рог у нашей коровы. Мы не забываем, что кончик вот он у нас остался свободным, чтобы можно было потом в конце завязать. Ну вот, я думаю, такого рога достаточно. Завязываем внизу на несколько узелков. Лучше делать 2-3 узелка, чтобы уже точно нитки наши не развязались. Так, рог мы с вами зафиксировали. Лишнюю ниточку обрезали. И берем, отрезаем побольше катушечные для того, чтобы нам сделать ушко нашей коровки. Мы берем, ставим рог кверху и немножко подламываем опять же боковую часть к нашему рогу. По диагонали получается вот такое ушко. Ушко нам нужно зафиксировать. И мы заматываем вот в этой части под ушком и над рогом, да, вот с этой стороны несколько раз. Потом между ушком и рогом тоже несколько раз. И снова опускаем к ушку. И внизу завязываем. Лишние нитки мы отрезали. Вот получилось у нас с вами рог и ушко с одной стороны. Теперь, вот там же, где мы с вами ткань проглаживали, да, вот он, получился сгиб, мы делаем второй рог. Точно так же опускаем часть, край нашей ткани и формируем вот такой рог. Заматываем его ниткой. Стараемся, чтобы рога у нас были одинаковые по размеру, чтобы не получилось, что один. Ну, хотя, конечно, в природе все встречается. И коровы с разными рогами. И все-таки у нас с вами ручная работа, поэтому все равно до конца он идеально мне получится таким же, как и был. Ну, приблизительно хотя бы. Опять фиксируем. В принципе, это, наверное, самая сложная часть нашей работы, самая такая вот миниатюрная. Теперь опять делаем ушко. Выпрямляем нашу ткань, которую мы сначала опустили, да, вот краешек. И опять по диагонали к уху, к рогу складываем. Отрезаем ниточку. И опять завязываем под ухом. И сначала с одной стороны между рогом, потом с другой стороны. И фиксируем. Пока, кроме рожек, как бы ничто нам наша корова не напоминает. Да, то есть получается вот такая у нас заготовка. Теперь нам нужно ее наполнить. Для этого нам как раз пригодится синтепон или вата. Вот если вата, то лучше ее вот так немножко порвать, чтобы она была более такая пластичная и более пушистая. И мы с вами закладываем сюда между рожек. И старайтесь сделать так, чтобы вот немножко вперед. То есть с одной стороны получилось вот, да, вот если посмотреть сбоку, то получается, что вот с одной стороны более объемная наша голова, а с другой стороны более плоская. То есть это будет у нас перец, собственно, где мы будем мордочку формировать нашей коровы. Расправляем наши ушки. И еще здесь главное по бокам, вот наши швы, тоже их закрыть. Причем сначала с задней стороны, там где у нас более плоская, да, потом сверху ткань вот с той стороны, которая более объемная. И с этой стороны точно так же мы заправляем вниз, заднюю и переднюю ткань. Вот такая голова у нас с вами получилась. Фиксируем ее ниточкой. Здесь нитку уже можно брать более крепкую. Самое главное обрезать все нитки, чтобы у нас не оставались длинные концы, чтобы они не мешали потом нашей работе. Все обрезаем. Теперь вот такая как бы голова получилась. Немножко выпрыть ее, подтянуть. Теперь нам нужно сформировать, собственно, нашу мордочку. Вот здесь я тоже советую брать катушечные нитки, потому что узелки мельче, нитка тоньше, узелок меньше, и он не так виден на мордочке. И, наверное, брать нитку лучше по цвету, того же цвета, что и наши рога были. И теперь мы с вами, ну, где-то чуть, может быть, даже посередине, да, начинаем просто завязывать, формируя вот такую мордочку коровы. Подтоже подтягиваем и внизу завязываем несколько узелков. Лишние ниточки, как всегда, обрезаем. Вот, получается, мордочка нашей коровки готова, да, голова готова. Теперь нам нужно сделать туловище. Для туловища нам нужна выка. Собственно, это мочалки, как они называются, мочалки для побелки, кисти для побелки. Вот здесь, наверное, одна пятая, одна шестая часть вот этой кисти. Мы с вами ее сгинаем пополам. Да, я еще забыла. Прежде чем сгинать, давайте мы сделаем сначала ручки. То есть для этого мы берем ткань того же цвета, что и наша голова. И как мы делаем с вами ручки? Мы складываем ткань как бы на три части, края вовнутрь, да, вот таким образом, вот, раз, два, три. И делаем треугольничек, то есть уголки. Загинаем по диагонали, и затем этот треугольничек еще пополам. Получается вот такая ручка. И завязываем ее. Ручки, на самом деле, можно сделать по-разному. Если вы знаете какие-то другие способы, можно сделать по-другому. Вот у меня, у моей коровки, сделаны ладошки отдельно, и затем они вставлены в рукава. Можно сделать ладошки не вот такие треугольные, как мы сейчас делаем с вами, а более такие округлые, да, вот тут как бы по-другому. То есть здесь, так как кукла авторская, в принципе, вы можете вносить уже какие-то свои изменения, свои виды, взгляды на эту куколку. И то же самое нам нужно сделать с другой стороны. То есть так же вот мы с вами выравниваем треугольничек, да, вот уголки загинаем по диагонали. И вот так. Здесь самое главное не ошибиться, чтобы наши ручки были вот в одну сторону. И завязываем. Я советую еще, когда мы все с вами детали завязываем, несколько раз намотать сначала нитку, как вы вот заметили, наверное, как я делала. Это лучше фиксирует нашу деталь. И когда мы с вами завязываем узелок, она уже не так развязывается, не так быстро. Вот такие ручки у нас получились. А вот теперь мы берем с вами лыка, сворачиваем пополам, надеваем, вот у нас у ручек получился такой как бы кармашек. Вот мне больше нравится надеть вот эти ручки на лыка сверху. Да, таким образом, когда мы будем фиксировать, руки у нас уже никуда не уйдут, ни в одну, ни в другую сторону. И затем надеваем сверху наших рук, собственно, нашу головку. Вот мы раскрываем и вставляем. Расправляем нашу рубашечку, ткань, чтобы она была красивой, потому что она будет до пояса видна. Расправляем головку, чтобы она не клонилась у нас никуда, ни в одну, ни в другую сторону. То есть вот таким образом, чтобы она у нас получилась. Затем ниточкой фиксируем. Фиксируем, делаем крест, чтобы он не столько обережный, сколько он фиксирует лучше наши детали. То есть несколько раз на поясе, два-три раза через одно плечо, затем опять на поясе и через другое плечо. И сзади завязываем. Здесь вот на этой уже стадии можно подрезать и луко, чтобы оно было более ровным, чтобы куколка потом спокойно была стоять. Да, вот, собственно, практически коровка наша готова. Нам осталось, вот она вот даже у нас стоит, повязать ей юбку. Юбку, так как мы все-таки находимся в Тульской области, да, вот мы будем делать не выворотно, как в других регионах, а мы сделаем накладную. Для этого нам нужно с вами, мы берем тот лоскуточек прямоугольный, который нужен для юбки, подворачиваем с одной стороны лицевую часть наизнанку, да, вот, можно даже померить, чтобы она была даже вот еще можно подвернуть. Затем, вот она у нас лежит, изнанка вверх и подвернутая часть сверху. Мы кладем нашу куколку лицом, лицом вниз. Стараемся, чтобы юбочка у нас ровная была. Соединяем сзади края вот таким образом, а затем просто вот так вот немножко собираем. Можно заложить красивые складочки, да, вот, но если вы соберете, тоже будет красиво. На складочке нам вот так, как вот хочется. И завязываем на поясе. Вот наша коровка практически одета. осталось повязать ей косыночку на шею и дать в руки грабельки. Нужно подровнять, выровнять, да, вот здесь тоже складочки все, чтобы юбка была более пышной, коровка была более нарядной. Теперь нам нужно повязать платочек. Несколько раз подворачиваем и повязываем просто его свободными. Опять же, эта деталь, может она быть, может не быть, как вам больше нравится. Платочек можно завязать узелком, а можно просто зафиксировать ниточкой. Не хочется зафиксировать ниткой. Ниткой. Нитку лучше тогда взять в тон нашему платку. Вот такая коровка у нас получилась. И теперь берем с вами грабли. Накладываем на пояс и сверху закрываем ручкой. И тоже ниткой фиксируем на поясе наши грабли. Захватываю ручку. Здесь нужно следить, чтобы косынка у нас осталась свободной. Чтобы она все-таки была свободной. И сзади завязываем нашу ниточку. Можно коровку украсить, можно сделать ей вместо платочка бусы какие-то красивые. Можно повязать ей пояс. Можно тесемочку на юбку сначала пришить, а потом уже юбку завязывать. То есть здесь уже как ваша фантазия вам подскажет. Можно две вот так вот ручки связать. Можно в ручку ей просто дать эти грабли. Или какой-то еще предмет, корзиночку, например, ручку можно, кукольную. То есть вот такая вот наша коровка. Наша коровка только что сено заготавливала в расшиву на зиму. И поэтому вот она вот такая с граблями. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что у вас тоже все получится. Субтитры создавал DimaTorzok